здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня специально по запросу одной из подписчиц решил снять видео скажем так ответы на вопросы о кедром какие бывают кедры как быстро они растут и как за ними в принципе ухаживать вот перед вами кедр ливанский по крайней мере мной куплены семена это из купленных семян и пишут кстати говоря как насколько хорошо сходит купленные семена и так далее купленные семена будут сходить хорошо если они свежесобранные если им не два три четыре года потому что бывают люди соберут и очень долгое время продают эти семена и либо пересушат либо тоже от хранение тоже зависит сложить семян вот что хочется сказать по кедрам многие путают реальные кедры от кедровых сосен и различных других деревьев кто-то называет криптомерии кедр японский хотя кедром она отношений никакого не имеет это всего-навсего криптомерия кто-то кедровую сосну называет потому что нет кедровые орешки называет кедр соответственно на кедром тоже никакого отношения не имеет сосна кедровая вот перед вами на сегодняшний день существует три вида кедра это кедр ливанский вот он кедр гималайский вот он и вон там на заднем плане это кедр атласский вот как быстро они растут вот перед вами кедр четыре года от на заднем плане четыре года и вот это четыре года выращен из семян высотой где-то метр вот у этого кедра метр у гималайского ну наверное метра полтора уже за этот сезон я думаю он даст прирост уже будет ближе к двум метрам почему у некоторых людей кедры растут медленно вот подписчица пишет я вот привезла на дачу посадила не поливала его также я его он зарос сорняками и так далее выжил но растет медленно ну естественно он будет расти медленно потому что всю влагу все питание из земли забирают сорняки в первую очередь почему вот в горшках стараются люди максимально убирать сорняки чтоб сорняки не забирали лишнюю влагу не забирали лишнее питание из горшка то же самое и открытый грунт сорняк в первую очередь забирает пошел слабенький дождик первую влагу забрал сорняк трава забрала и влага может быть где-то что-то если дойдет если сильный дождь пройдет попадет корням если нет ну значит значит нет и вот так вот кедр мучается на кедры в принципе довольно засухоустойчивые у меня вот были кедры прям земля пересыхала прям сильно пересыхала но выживали нормально потом я поливал выживали вот поэтому на сегодняшний день существует три вида кедра как я сказал но кедр ливанский и атласки сейчас хотят нести в одну категорию скажем так в один вид и получится тогда у нас два вида кедра будет то есть кедр ливанский сейчас находится на грани исчезновения в ливане очень мало их осталось гибнут они но благодаря некоторым энтузиастам которые вот покупают семена выращивают ну и получают соответственно очень много вот кедров особенно в питомниках и сортовые получают и прививки делают то есть кедров ливанских в принципе начинает восстанавливаться популяция за счет растений которые находятся в частных коллекциях частных садах в ботанических садах и так далее чем вот интересны вот эти растения это во первых очень большие растения вырастают огромные ну вот подписчица пишет что у меня плакучая форма кедр ливанский она на самом деле не плакучая это обычный видовой ливанский кедр высота его будет ну наверное метров метров десять наверное будет когда-нибудь я их специально здесь высадил на заднем плане вот видите от стены где-то метра два наверно больше метра два с половиной от растений для того чтобы закрыть окна от соседей чтобы было красиво здесь чтоб лишний лишний раз соседи не заглядывали в окна как быстро они растут это вот четырехлетки кедры от ливанский кедр растет чуть медленней атласки чуть медленней гималайский растет побыстрее ливанский и атласки кедр у них вот листочки чуть-чуть но листочки хвоинки покороче у гималайского кедра вот хвоинки покрупнее прям значительно крупнее хвоинки сейчас к сожалению у меня вот маленьких саженцев не осталось сейчас я вам покажу немножко есть наверное вот покажу вам ливанский кедр вот вот пожалуйста ливанский кедр вот так выглядит это двухлетка это для специально для подписчиков как быстро растут что и как вот в горшках два года это ливанский кедр вот третий сезон вегетации, вот это однолетки, вот тоже ливанский кедр, вот однолетки, гималайский растет немножко по-другому, он ливанский кедр, он на заднем плане, это я был в Крыму, Ялте, он привез семена, тоже ливанский кедр, это однолетка, год ему, вот второй сезон, это вот третий сезон, вот пойдет уже, в грунте я вам показал, это пятый сезон пойдет в грунте, 4 года им, вот по ливанским кедрам и гималайским, гималайский кедр, мне кажется, сходит самый первый, вот это вот у меня гималайские кедры, видите, уже в этом году они зашли, стратификация семенам не нужна, сходят без стратификации, вот, ну я все равно стараюсь, как бы там ни было, нужна стратификация не нужна, я все равно стараюсь высевать их, вот свежие семена купил, посеял и поставил на улицу, зиму они стоят, весной дружненько сходят, вот видите, вот сначала высеваю в по девятку, вот в по девятках она всходит, вот вот такие вот семена у него, вот, вот такие семена, вылез, вылезла семечка, засуну обратно, вот, они прекрасно всходят, в по девятках растут до определенного какого-то размера, но я где-то до июня месяца держу в по девятке, потом пересаживаю их в c3, все, и они дальше растут в c3, сейчас покажу маленькие еще свои кедрики, которые я рассадил, вот, это прошлогодние кедрики, которые в по девятках сидели, я вот в этом году их рассадил, гималайский растет вот так вот, у него как бы плакучая форма и более длинные иголки, это вот гималайский кедр, они бывают чуть-чуть такой желтоватой хвои, бывают зеленые, бывают голубые, но это не говорит о том, что это сорт какой-то или еще что-то, это просто вот, когда вы семян выращиваешь, получаются вот разные расцветки хвои, вот гималайский, вот, сейчас покажу еще гималайский, по-моему, у меня еще где-то один был, даже два, вот гималайский, видите, у них вот верхушка сразу вот так вот, как бы ложится, по гималайским, вот гималайский, вот, вот, по-моему, тоже гималайский, вот, ну, не знаю, посмотрю, мне кажется, вот это тоже гималайский, ведь, ну, длинные, длинные хвоинки, вот, на самом деле, очень тяжело различить их, тот, кто, ну, не занимается растениями, особенно кедрами, и очень тяжело различить, какой кедр, особенно в молодом возрасте, к какому относится, часто от пересыхания или перелива, вот происходит у кедра вот такая вот штука, видите, отсыхает верхушка, отсыхают вот хвоинки, вот так, но при своевременном уходе, при пересадке, в больший горшок, вот это в по-девятках было, вот, мучилась в прошлом году, то пересыхало, то потом перелив и так далее, вот от этого верхушки, видите, у него поотмирали, но сейчас вот пошел рост, вот даже вот маленькие вот такие, это прошлогодние, видите, маленькие вот такие, вот, пошли в рост, в С3 посадил, в С3 в этом году им будет достаточно, на следующий год уже пойдет либо С5, либо С7, вот, в принципе, довольно устойчивые растения к нашему климату, ну, у нас я ни разу не видел, чтобы он вымерзал, честно, у нас седьмая зона морозостойкости, это республика Адыгея, в трех километрах от Краснодара нахожусь, вот, сразу за мостом, то есть, ну, вот как-то так, помимо кедра у меня я выращиваю еще кучу других растений, вот, финики, видите, да, куча всяких, арбутусы, это для тех, кто, кому интересно по арбутусам, вот, арбутусы вытащил на солнышко, видите, немножко листики, которые выросли в доме, немножко, видите, такие, побило, питоспорумы, хоть бы что, вот, вытащил их на улицу, на солнце стоят, хоть бы что, нормально, и солнцем не побило, ничего, ногоплодники тоже нормально, в общем, все растения, которые были в доме, вынес на улицу, вот, по кедрам я, в принципе, показал, вот, по Атласкому, вот, у Атласкова вообще, вот, вертикально ветки растут, это гималайский, свисают ветки, и ливанский, немножко вот так свисают, ну, и то свисание идет от быстрого роста, за счет того, что быстро растет, ветка тоненькая, она начинает провисать, ну, вот, у Атласкова, в принципе, ну, вот так, что хочется сказать, по удобрениям, многие начинают, не успели еще посадить растение, сразу начинают, а какое удобрение, а давайте мы будем удобрять его, еще что-то, сразу скажу, удобрение делать не нужно кедром, лучше посажайте сразу в хорошую, качественную почву, если почва у вас плохая, некачественная, выкапывайте яму, насыпайте туда качественную почву, хорошую, покупную, с удобрениями уже, чтобы она была, не нужно покупать, типа, удобрения, типа селитры, или там, вот эти в гранулах удобрения есть, дешевые, азофоска, еще что-то, не нужно этого делать, вы пожжете свои растения, вот, поэтому, поэтому лучше всего, вот, посадили в хорошую, качественную, питательную смесь, все, и растение у вас будет нормально расти, подкормки все уже делаете позже, в прошлом году я пытался обрабатывать вот эти растения, от, ну, грибка, на всякий случай, в общем, пожег я хвоинки, решил больше такого не делать, таких экспериментов, особенно очень сильно пострадал у меня атласский кедр и ливанский, гималайский более или менее пережил вот это, поэтому, особенно меди содержащими препаратами, сжигает, сразу скажу, хвоинки сжигает, декоративность растения падает, вот, поэтому будьте аккуратнее, если обработки делаете лучше, либо обрабатывайте ракурс, ракурс пеноцид, если считаете, что нужно обрабатывать, вот, а так, ну, старайтесь, чтобы лишняя зараза к ним не заходила, вот, ну, профилактический ракурс пеноцид можно обрабатывать, но следите за концентрацией, чтобы не пожечь хвоинки, потому что хвоинки, вот, в прошлом году, вот, видите, вот, сухенькие, я их пожег, ну, вот, отбила в этом году, в этом году трогать их не буду, пускай растут, вот, в общем, как-то так, расстояние при посадке, метра четыре хотя бы расстояние между ними нужно делать, потому что меньше, кроны у них большие, и они, ну, со временем, сомкнутся, пока растения маленькие, они, в принципе, кажутся, что далеко растут друг от друга, вот, видите, это расстояние какое, у меня не четыре, наверное, метра три с половиной, вот, расстояние друг от друга, может быть, метра три, больше трех, наверное, метра три с половиной друг от друга, вот, и вот здесь вот у меня еще также растет крипто мере также вот ее посадил начала чахнуть в горшке начала вот как это не ржавчина что в общем начали сгнивать вот эти вот кончики не знаю то ли от перелива то ли не в общем почва не такая была но сейчас вот вроде бы восстанавливается видите от почки я думаю пойдет в рост в открытом грунте также вот высадил его в хорошую хороший грунт покупной вроде начинает восстанавливаться отбивает нормальные почки видите пойдет в рост есть еще одна крипто мере она пойдет она расти в другое место это вот кстати растение которое многие называют японский кедр нет такой классификации японский кедр это крипто мере сейчас я вам покажу есть сосны кедровые несколько видов кедровый стуманник есть потом есть сосна сибирская кедровая и сосна корейская кедровая вот покажу вам сейчас сосну корейскую кедровую чем она отличается вот это 4 года вот 5 сезон также вот пятый сезон сосна кедровая или пенни наверное это пять лет уже наверно пять лет это вот сосна кедровая вот посмотрите корейский ли кто-то называет кедр манчжурский но кедром еще расскажу в отношении никакого не имеет это сосна очень медленно растет поэтому те кто говорят что кедры растут медленно сосны кедровые растут медленно кедры растут довольно быстро вот вот еще сосна кедровая видите пошла в рост открытом грунте тоже сорняк пытается сорняк прорваю не даю чтобы сорняк здесь рос в общем так вот она выглядит у нас конечно в нашем регионе вот эти вот кедровые сосны растут не очень хорошо на солнце у них сгорает хвоя подгорают они растут очень очень медленно вот ну скажем так не климат у нас но две штуки на всякий случай оставил наблюдаю пока вот уже скажем как третий год вот это будет как он он растет в открытом грунте до этого были в горшках горшочках вот в горшках растут вообще плохо то переливаешь их той пересушиваешь то есть ну так так себе растения но в регионах где они нормально себя чувствуют нормально произрастают они конечно выглядят очень хорошо красиво красивые деревья с плотно набитой кроной вот поэтому для эксперимента оставил посмотрим что будет конечно здесь будет насыпаться земля не знаю может быть они даже и пострадают потому что при пересадке вот у меня на и магнолия пострадала скорее всего она сдохнет ну оставил стволик может быть где-то что-то выбит как-то что-то общем частью бета по убирал 0 и загубил поэтому магнолию никогда не старайтесь пересаживать у нас есть категория людей много таких людей которые покупают сначала растения вот хотят хотят купили посадили и потом каждый год начинать пересаживать а некоторые есть даже в год два раза умудряются пересаживать эти растения объясняешь говорит что растения страдают так делать не надо но мало кто слушает у нас что растение плохо приживаются не живут вот поэтому как-то так растение нужно периодически поливать потому что без полива толку не будет роста у растений не будет если хотите выращивать хорошие растения не нужно их сажать на даче а сажать у себя на приусадебном участке если живете в квартире переезжайте тогда жить приусадебный участок и чтобы выращивать растения что за растениями нужен уход нужен полив нужен уход обработки периодически просто так посадить и забыть и растение которое потеряется в сорняках ну соответственно потом удивляться почему они плохо растут ну вот как-то так поэтому полив нужен обязательно еще раз вспомню одного из моих клиентов которым делал посадки посадил у него сажал у него эти купресса цепарисы или кипарисовики лейланда желтый gold rider метр четыре наверно высотой он купил их ну три точно были вот высаживал на растяжке ставил закрытая корневая была все высадил и ну и уехал присылает он мне через три месяца фотографии ну процентов 70 80 кипарисовиков сдохло и начинает по в чем причина может быть начинаю разбираться начинаю задавать ему вопросы он мне говорит я их не поливал три месяца то есть представьте после посадки я посадил полил и хорошо и все он готов с вами сказали три месяца не поливать я говорю я такого сказать не мог в принципе даже в пьяном бреду такого сказать и не мог потому что ну растение в его если вот вам не давать воду три месяца что с вами произойдет и не кормить вас вы через месяц умрете в лучшем случае я говорю это растение ему влага нужна он от поливать тем более у нас такое засушливое лето было без дождей ну доказать человеку бессмысленно было поэтому решили эту беседу прекратить просто в общем как то так поэтому растением нужен полив растением нужен свет если не будет полива если не будет света растения смысла выращивать даже нет лучше не мучайте растения лучше их просто не высаживайте вот поэтому вот если вы видите здесь у меня были плодовка я всю эту плодовку поубирал освободил место для солнца чтоб здесь сажать нормальные редкие растения пальмы сажать чтобы здесь это все хорошо росло хорошо себя чувствовал прийти пальмы привозная из сочи вот в принципе чувствует себя вполне неплохо вот листочек начинает от выдвигаться вот видите вот пошла еще он листик снизу выбивает то есть уже видно что прижилась вот здесь вот этого практически не было видите был вот этот листик но чуть меньше вот такой вот этот листик уже выдвигается этот вот пошел в рост то есть вот как-то тогда посадил я его вот сюда ветки в хлам но ничего ветки перегнию будет все нормально вот между ними поставлю качельку или лавочку будет красота здесь бетонную дорожку сделаю будет все нормально в общем как то так вот сейчас вот варят арку виноград весь ну перенесу уже на нормальную человеческую арку в общем сварили сейчас он будут делать дуги вот здесь 1 2 3 дуги останется свет подтяну на эту арку и уже будет здесь по человечески нормально расти виноград в общем вот как-то так потихоньку участок привожу в порядок следующим этапом будут делаться здесь дорожки дорожки бетонироваться а потом здесь насыпаться уже земля то есть щебень отсюда убираться на дорожке и насыпаться земля здесь будет тоже делаться ландшафтный дизайн будут саживаться растения вот поэтому как то так вот место вот я пока показал что освободил от растения здесь пальмы спокойно вот видите у меня стоят в катках пока ждут своего места чтобы их высадить специальных не высаживаю никуда потому что но вызов высадив это уже все вот я здесь по точкам как они должны расти я привез сразу их и посадил здесь они будут расти то есть прежде чем делать какие-то посадки возьмите листья листик клетчатый в масштабе расчертите ваш участок по размерам расположите там где у вас будут растения и по этим же точкам придите и пересадите растения уже согласуйте с семьей этот этот проект и уже приходите пересаживайте вот у одной из также клиентов своих разговаривали по хочу сделать ландшафтный дизайн красоту во дворе я говорю хорошо давайте сделаем вот надо сделать проект надо сделать тон надо сделать разметку участка тендер план и так далее на что она говорит да знаете вот что-то как-то по деньгам не тяну хотя цену назвал вообще смешную вот по деньгам не тяну это давайте просто будем тыкать в итоге я говорю ладно давайте я сам приду посажу тогда туда-сюда решили что я ну что сами они посадят него ну ладно сажайте сами в итоге они там выкопали яму сконсультировали со мной по телефону в итоге сделали посадки ну уверен что часть этих растений будет пересаживаться с места на место в этом огороде передвигаться туда-сюда вот поэтому старайтесь всегда нарисовать четко и пол в данному плану по данному проекту уже четко следовать не нужно растение пихать туда-сюда на листике уже будет четко видно сколько места займет это растение про каждое растение почитайте какого нам будет размера потому что люди ко мне приходят и говорят мы хотим клен серебристый но хотим чтобы он был небольшой двухметровый хотим сразу купить большой саженец чтоб хотя бы метр был но чтобы он максимумом вырос два метра я кое такого не будет клён серебристый вырастает ну большим деревом 10 метров может вырасти понимаете это большие деревья ой нам 10 метров не надо но хотим чтоб клен серебристый вы так стригите его будет он не будет таким большим подстригайте делайте шариком сверху до 3 метров догоните и делать шарик вверх все с 3 будет нормально нет на стричь не хотим мы хотим чтобы он сам так держался То есть, ну вот, многие люди сами не знают, чего они хотят. Поэтому удивляться чему-то, вот, бессмысленно. Вот, смотрите, это этот клён серебристый. Вот такие вот листочки у него молодые. Вот так выглядит. Ящерица вовсю ползают. Вот, клён серебристый. Что успел, пересадил, времени просто не хватает. Вот видите, пересадил в трёшки. Эти вот сидят в маленьких этих. Надо по-хорошему пересаживать, но уже не успеваю. Наверное, либо осенью, либо следующей весной. То, что в ящиках уже буду пересаживать. Вот, в подевятках также нужно пересаживать уже в трёшки. Но с подевяток там, ну, проблемы нет. Их можно пересадить даже летом. Ничего страшного не будет. Там закрытые корневая. Вот здесь растёт секвоя у меня вечно зелёная. Вот видите, вот посадил. Вот она растёт. Вот. Также здесь будет закрываться. Вот. Так содиум растёт. Растёт мета секвоя. Вон. Вот это мета секвоя. Уже так они вымахали нормально. То есть, ну, вот плотную такую сделал посадку. Конечно, плотновато, но зато будет такая стена полностью. Не просвечивающаяся. Вот. Вот. Соседских окон. И во дворе уже можно будет ходить. Раньше можно было тут во дворе ходить как хочешь. То есть, ну, вообще не просматривал. Сейчас вот здесь окна появились. Вот здесь вот дом воздвигли. Видно всё. И поэтому сейчас вот буду максимально засаживать, чтобы участок так не просматривался сильно. По кипарису по своему вот с жёлтым приростом. Вот смотрите. Это вот новый сорт. У меня получился вот такой с жёлтым приростом. Не знаю. Вот. Кипарис из семян сколько выращивал. Один такой получился. В общем, держу его. Держу отдельно. Тоже хочу высадить отдельно для себя. Вот в открытый грунт. Если что, буду его черенковать. Уже получатся вот такие вот кипарисы с жёлтым приростом. Вот. Многие также люди путают. Пишут мне. Сюжет рассказывают про кипарисы. Про кипарисовики. Вот такие люди пишут мне про кипарисы. Про кипарисовики они спрашивают. Про кипарисы. Людям всё равно. Что-то, да, вот спросить. Определитесь сначала. Вот у вас вопрос по кипарисовикам или по кипарисам конкретно. Вот. Кипарисовики это совершенно другие растения. Кипарисам они отношения никакого не имеют. Это кипарисовик. Вот они. Вот. Это всё кипарисовик. Кипарисы это вот они. Вот кипарисы. Вот они. Это кипарисы. Вон. Вон то кипарисы. Поэтому вот как-то так. По семенам. Семена вовсю сходят. Сейчас прошёл хороший дождь. Вот здесь это вот то, что из Сочи я попривозил семена. Посеял немножко. Ну вот это на семечко сдохло. Здесь у меня и секвоя посеяно. И криптомерия. В общем всё. Ну по одной шишечке я привёз буквально немного. Понасеял. Начали дома сходить. Вот это сдохло. Видите. Не знаю что это. Может быть секвоя скорее всего. Вот другая пошла. Открыл. Убрал защиту вот эту сверху. Агроспан. Для того чтобы нормально здесь. Вот видите. Тоже сорняк начинает прорастать. Это всё надо прорывать. Здесь у меня куча всего. И дубы посеяны. У меня же жёлтый. Куча всего. Потому что не везде попадает влага. Тошь прошёл хороший. Здесь у меня посеяны разные семена. Пальм. Их много было. Конечно их отдельно лучше сажать. Но здесь я уже посеял так скопом. Скопом посеял. Потому что семян много в этом году. Будут сходить. Одиночно буду пересаживать. По кипарисовикам. Вот смотрите. Видите. Вчера снимал ролик. Так много не было. Вот сейчас полных. Вот они сходят. Вот поэтому схожесть хорошая. Всходы идут. По этим самым. Сейчас покажу. По таксодиуму. Таксодиумы тоже начали сходить. Вот они. По хорошему. Конечно их уже надо выдёргивать. И пересаживать. Обычно я использую ложку. Столовую. Аккуратненько поддеваю. Видите. Таксодиумы. И пересаживаю в П-9. В П-9 он отрастает где-то сантиметров 20. Получается высота. Потом корневая там нормально развивается. И потом я с П-9 сразу в С-3 пересаживаю. Всё. В С-3 он сидит тоже какое-то время. Потом уже переходит в С-5. Уже ближе к осени. Пересаживаю в С-5. То есть до метра за... Вот из такого вот. До метра за сезон он вырастает. Здесь пока вот видите. Всходов так особо нет. Это здесь я семена собирал в парке Галицкого. В парке Краснодар. Как раз после сильного ветра. Куча шишек валялась. Прошёл, пособирал, поносеял. Вот. Здесь вот куча сеянца. Видите. Это этот платан. Для тех, кто хочет вырастить платан. Вообще проблемы не составляет. Вот у него вот такие вот. Есть круглые. Ну не серёжки. А как вот такие семена. Шишки. Их вот растряхиваете. Вот это как пух такой. Рассыпаете по поверхности. Поливаете. И вот оно всё вот сходит. Видите. Вот так. Чем-то напоминает олеандр. Вот. Посев олеандра. Такая же история. Вот. Здесь пока глухо, тихо. Здесь у меня камелия всякая посеянная. Чай краснодарский. Потом здесь вот у меня османтусы. Ну пока, пока тихо. Пока тихо. Вот чай, видите. Пока тишина. Но это может зайти чуть-чуть попозже. Вот. Часть семян здесь я... Которые здесь стоят я приобретал. Часть семян, которые я привёз из Сочи. Ну в другом... Вот в том месте, где моя импровизированная тепличка стоят. Здесь вот смотрите. Перезимовали без проблем. Вот у меня. Видите? Сеянцы. Граната. Перезимовали прямо на улице. Минус 12 градусов. Две ночи было. Перезимовали. Вот. Поэтому. Ну посмотрим, что будет с этим. По-хорошему, конечно, тоже всё надо пересаживать. Хотя бы в П-9. Ну, руки не доходят. Сейчас куча всего надо пересаживать. Видите? Вот это всё у меня кипарисы маленькие. Вот здесь и там вот у меня целый отсек с кипарисами. Это всё надо пересаживать сейчас в С-3. Вчера часть уже попересаживал. Сейчас я вам покажу. Вот видите? Пересаживал. Коси, они уже будут метровые. Часть кипарисов уже в С-3 сидят. Также приходится пересаживать часть кленов. Вот. Приходится также пересаживать. Вчера пересаживал эти. Павловни в общих ящиках. В прошлом году не успел. Вот павловни пересаживал. Вот, кстати говоря, вот здесь, смотрите, всходят у меня таксодиумы. По-хорошему, конечно, надо их сейчас вытаскивать и рассаживать уже отдельно. Но посмотрю, может быть, до выходных останется. Вот здесь также, видите, уже начинают сходить. Вот. Сейчас тепло. Очень тепло стоит. Тёплая погода. Сейчас, я так думаю, массово это всё будет сходить. Винограды, даже черенки. Вот, видите, стоят у меня спокойно в банках. Конечно, все с корнями. Надо это всё срочно пересаживать. Такого количества делать в этом году не буду. Сделал какое-то количество винограда. Вот что получится. Получится. Вытащил на улицу. Часть. Вот так зачах виноград. Часть, вот видите, хоть бы что ему. Спокойно растёт. Вот сейчас часть листиков повредится, часть ещё что-то отобьёт. И уже будут они такие к улице приспособленные. Будут стоять на улице, спокойно расти. И ночью, и они вот находятся у меня на улице. Вот часть проволоки уже, видите, я натянул. Вот. Нижнюю хотя бы. Вот, видите, на две эти самые. Тут те две, два отсека он вчера заварил. Буду там сейчас также натягивать проволоки. Для того, чтобы тот виноград также уже расположить. Виноград он весь просыпается уже. Такие вот уже почки. Вот. Двойные надо убирать. Вот. Оставлять только одинарные. Вот. Мощные только. Вот. Потихоньку-потихоньку это всё растёт. Скрепили арку внизу, сверху и вот так. Чтобы она не складывалась. Потому что мы стояли просто столбы, натягивали верёвки. Верёвки, ну, эти столбы. Наклоняли. Ну, сейчас, надеюсь, уже наклонять не будут за счёт вот жёсткой конструкции. Всё. А здесь всё будет проволока. Это постарались сделать максимально низко, насколько это возможно. Чтобы и снизу обварить, и всё, вот эту вот перемычку. Для того, чтобы грозди винограда не били по вот этой железки. Высота здесь, в принципе, оттуда до сюда где-то сантиметров 60. Я не думаю, что. Грозди где-то будут вот в этом районе. Не думаю, что уже будут доходить они до железки. Вот. То есть, ну, как-то так. И арка. Соответственно, вот она у меня пойдёт на арку. Вот так. И вот здесь по центру буду подстригать её. То есть, отсюда пошла до центра, всё, чеканка. С этой стороны пошла до центра, чеканка. И тогда будет максимально облиственный куст. Потому что многие, смотришь, там вот оставляют как. Вот идёт у нас вот так вот лоза. Они вот оставили 30-40 сантиметров. Остальное делают чеканку. Ну, соответственно, виноград не созревает, потому что вызревает он за счёт листвы. За счёт фотосинтеза сахара набирает. Сахар набирает и всё такое. Вот. Ну, люди думают, что они лучше знают, конечно. Поэтому вот делают, как делают. По абрикосу. Абрикос свёл очень хорошо. Но не знаю, что-то навяжется, не навяжется. Посмотрим. Вот. Сейчас вот там цветёт слива на абрикосе привитая. Абрикос уже давно отцвёл. Ну, обычно у меня как бывает. Абрикос, если не даёт урожай, даёт вот эта ветка со сливой крупный урожай. Если абрикос даёт урожай мелкий, ой, мелкий. Много бывает урожая, то слива бывает мелкая. Обычно так. Покажу по черенкованию. Первый год сделал черенкование киви. Вот, посмотрите. Это вот для подписчика я сделал. Если будет он сегодня смотреть. Вот так вот выглядят его черенки. И пошли вот так вот в рост. Этот пока сидит, но вот почка вот набухает. Вот. Два штуки, по крайней мере, вот видите, проснулись. Укоренятся спокойно. Вот. Почечки пошли. Вот. Заберёт себе, посадит. Но это мужское растение киви. В общем, как-то так. Вот здесь тоже всё, видите, у меня кипарисы. Всё это надо пересаживать. Стрёшки, Спятёрки. По этим самым сейчас, по редким растениям сейчас покажу вам, что у меня здесь есть. По кунингами. По кунингами я рассказывал, что у меня там осталось пару штук мелких. Вот кунингами. Вот одна и вот вторая. В рост пошли. Пока держу для себя, может быть, во дворе посажу. Посмотрю. Пока держу, посмотрю, как они пойдут. И вот головчатотис. Это вообще классное растение, прям редкое. Я вот для себя тоже его держу. Головчатотис Харрингтона это. Вот клены просыпаются. Вот это тоже клен. Но что-то сидит, пока не проснулся. Это сеянцы клены. Два штуки всего получилось у меня. В прошлом году. Хотя привез семян очень много. Посеял всего два штуки. Это с парка Айвазовского. Крыму. Порт Энит. Место такое красивое, где вот растет очень, ну, такой классный сад, скажем так. Вот. Магнолий просыпаться начинает вот из семян, которые. Это вот я в прошлом году купил несколько штук. Лавровишневую, зитанскую или португальскую. Вот так же все просыпается. На горшках, конечно, не очень хорошо. Ну, это вот растения, зимовавшие на улице. Это эти многоплодники. Перезимовали на улице. В принципе, нормально. Вот секуэ. Тоже пока одну держу себе. Есть на продажу небольшие. Эту пока для себя держу. Вот пошли расти. И лавр тоже зимовали на улице. Лавр. Вот эту криптомерию тоже уже нужно куда-то пересаживать. Пока некуда. Вот это тоже купил кипарисовик. И вон желтые яркие пятна, чтобы были. Но пока тоже вот надо клумбы делать, чтобы просадить. Это фатиния. Вот посмотрите, какие у них цвет листочки. Фатиния. Сейчас покажу другую фатинию. Цвет листовик совершенно другой. Это сора другой. Вот видите, какой там красный, яркий. Это как маточники купил. Тоже высажу. Вчера очень сильно завяла вот эта фатиния. Влага не попадала в горшок. Вот пересадил его в большую. В этом горшке у меня рос этот фаленопсис. Высадил его в открытый грунт. Сдохнет, сдохнет. Мне его не жалко. Вот высадил в открытый грунт. Вот фаленопсис. Ушел туда. На его место вот пришла фатиния. Хорошо. Вчера прошел дождь. Видите, молодой весь перерост просто вот висел. Видите, встал нормально. Вот ногоплодник, который дома выращивался. Вот спокойно на улице зимует. Ой, зимует. На улице стоит. Вот пальмочки мои. Орека и или фризолида карпус. И это левинстона. Вот прекрасно себя чувствует. Это тоже араукари вынес на улицу. В общем, все мои вот эти самые пальмочки, все на улице стоят. Сейчас покажу. Вот араукари. Вот араукари у меня одна осталась. Такая более или менее. Вот тоже хочу ее тоже куда-то в грунт высадить. Пока вот сидит. Уже, конечно, желательно бы уже ее высаживать. Сейчас тоже клумбы делаю. И под араукарию тоже у меня есть место. Под секвой также у меня есть место. Под эти самые колоцедрусы тоже два места. Это я под колоцедрусы оставил он колоцедрус. Вот. Тоже шикарное растение. Аромат от них стоит классный. Под дубы вечно зеленые тоже место есть. Тоже куда-то посажу. Это дубы каменные. Пробковые посеял. Ну, пока еще не взошли. Жду. Пять штук купил пробковых. Пожалел, что мало купил. Надо было больше купить. Вот. Это тоже вот все питоспорумы, камелии. Все тоже уйдут в грунт. Пока вот надо насыпать, конечно, вот там клумбы все делать. Насыпать нормальную землю, чтобы засаживать. В эту землю что-то растет. Хотя я туда ее насыпал. Нормальная там земля. Сантиметр сорок я поднимал. Но надо еще насыпать. Потому что там уже и камни были, и все такое. Это все расчищать. Делать нормально клумбы, чтобы не сломать. Чтобы уже каждое растение росло на своем месте. Алеандры вот перезимовали. Прекрасно. Я думаю, в этом году, наверное, начнут цвести. Вот. То есть вот алеандры нормально. Вот это у меня финики разные. Перезимовали также. Ну, скажем так, на 80% перезимовали. 80% фиников перезимовало. Вот есть у меня еще вот такие вот полузадохлики. Это араукари прошлогодние. Дом домой занес. Сидели-сидели, не росли. Ну, не знаю, будет толк, не будет. Ну, в общем, вот стоят. Может быть, вот таких вот два задохлика есть. Может, пойдут расти. Это вот секуэдендрон. Пока в рост не трогается. Вот. Тоже жду. Тронется в рост. Пойдет в открытый грунт. Вот. Уже два года они сидят. Это вот бути. Ну, роста, видите, абсолютно нет. Пока сидят. Пересадил в трешку. Блин. Кстати говоря, по этим самым, по пальмам, эти самые, видите, это у меня пальма в Вашингтоне. Вот. Вроде корни живые, все, но верхушка вся сдохла. Возможно, снизу бы и выбило что-то. Ну, корни, видите, да, свежие. Ну, толку нет. В Вашингтоне лучше я посею, еще семенами взойдет. Семенами много я посею в Вашингтоне. Всходит. Сейчас покажу по пальмам, что у меня взошло. Вот. Это вот здесь у меня из черенков всякое такое. Вот из пальм. То, что вот у меня дома повсходило, я повыносил на улицу. В общем, вот дутбутия, вот одна штука. В общем, вот это из Таиланда эти личи. В общем, вот такое все. Всякое такое. Тут и трахикарпусы у меня повсходили, и повсходили эти в Вашингтоне. Вот пока вот так. Здесь юбеи вот сплошняком посеял. Ну, посмотрим. Там юбеи немного. Около 10 семян собрал. Часть юбеи у меня вот. Здесь три штуки я посеял. Потом юбеи. Вот у меня юбея. Вот юбея. То есть, ну, трахикарпусы где-то порассеял. Здесь вот эти бутии понасеял. Ну, в общем, куча-куча-куча здесь всякого у меня понасеяны. И цикосы. В общем, здесь у меня вот отсек с пальмами. Пока сидят. Надеюсь, уже что скоро начнет это все массово сходить. Хорошо прошел дождь. Все полил. Все попроливал. Процесс пойдет. Был вчера в садовом центре. Цены, конечно, такие. Поднялись на растения. Тисы. Тисы я что-то посмотрел. Тысячу, тысячу триста тисы. Ну, побольше этих, наверное, сантиметров пятьдесят тисы были. Тысячу триста. Но эта цена еще дешевая. Вот разговаривал тоже с одной клиенткой своей. Она мне говорит, что тисы сейчас дешевле двух, двух с половиной тысяч. Нет. То есть, это еще по старым ценам еще осталось. Вот это что касается тисов. Так, что еще? Что еще показать? Ну, вот это таксодимы, которые прошлогодние семян были. Просыпаются. Идут рост. Вот дуб каменный. Вот такой в большом горшке. Уже ждет своего места для высадки. Вот пока так. Это вот криптомерия. Японская вторая. Тоже начала чахнуть. Пересадил ее. Ну, вроде как более-менее. Надо ее куда-то тоже посадить. Думаю, под нее тоже место найду. Это тюльпанное дерево. Вот видите, начинает уже просыпаться. Тоже из семян все выращенное. Вот, небольшое количество есть у меня этих туисмаракт. Это для любителей туисмаракт. В общем, как-то так. Вот это дерево пока что-то не просыпается. Павловня. Ну, пока пробуждение не видно. Посмотрим. Проснется она, не проснется. Потому что в прошлом году у меня павловню одну большую я срезал. Не знаю, почему-то она не проснулась. Ждем, смотрим. Вроде почки еще пока не просыпаются. А на молодых саженцах пошли уже почки. Сейчас я показывал, уже снимал. Сейчас еще покажу. Вот павловня, видите. Пошла на улице. Все отбивает. Все нормально. Вот почки. Павловня. Вот почки. Спокойно идем. В общем, на арку смотрю, радуюсь. Скоро эту арку заплетет виноград. Будет красота. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok